Финишная прямая. В Саргуте завершается прокладка сетей водоснабжения на территории будущего научно-технологического центра. Общая протяженность нитки 3900 метров. Сложность работ в том, что прокладка труб осуществляется методом горизонтального бурения. Ранее, в начале зимы, на участке уже ввели в эксплуатацию локально-очистные сооружения и канализационно-насосную станцию. Отмечу, что эти коммунальные сооружения занимаются очисткой стоков не только с территории НТЦ, но и нескольких ближайших микрорайонов. По окончанию всех работ сразу 10 объектов инфраструктуры будут функционировать на одной площадке. Приступили мы к данным работам в прошлом году. На данный момент выполняется армирование камер, заливка камер, ведется монтаж железобетонных колодцев, монтаж заборной арматуры. Все готовится, варится тоже здесь на участке, все готовится, потом везется на участок. Прокладывается труба методом ГМВ и изготавливается футляр для прокладки под будущей дорогой. Мы магистрально водовод проложили здесь же на НТЦ, закончили в прошлом году. ЛОС тоже строили, были подрядчики у ЮВИСа. Ну, то есть у нас объектов довольно достаточно, что в Окипасе, что в Сургуте. Работы по всем объектам ведутся параллельно друг к другу. На сетях теплоснабжения уже проложено около 400 метров трубопровода. На начальном этапе строительства находится система водоотведения. Однако, как рассказывают сотрудники администрации, строим материалы уже закуплены. Отставания от графика нет. Готовность же объекта водоснабжения оценивается в 55%. По данным инвестиционного портала Сургута, научно-технологический центр полностью будет готов в марте 2031. Завершение работ по инженерным сетям объекта произойдет уже в третьем квартале этого года. Наша задача как города обеспечить всю инфраструктуру территории НТЦ. То есть у нас в реализации 10 объектов. Три из них мы в прошлом году завершили. Это локальные очистные сооружения, канализационно-насосные станции. И магистральный водовод. От данного магистрального водовода как раз таки мы строим сети водоснабжения. И кроме того, у нас есть еще объекты. Это сети водоотведения, сети теплоснабжения, сети газоснабжения с установкой котельных и сети электроснабжения.